Утренний экспресс на ваших экранах и уже в августе нас ждет по-настоящему грандиозное событие в мире моды. В рамках международной недели моды UF Labs Средловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит всероссийский конкурс дизайнеров и брендов. Подробнее о проекте поговорим с нашими гостями, членом жюри конкурса, стилистом, преподавателем Анастасией Ермиловой. Доброе утро. И участницей конкурса, дизайнером Алисей Журавлевой. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Анастасия, давайте для начала расскажем нашим телезрителям, сколько заявок было подано на конкурс и сколько дизайнеров, брендов в итоге примут участие. На самом деле мы были удивлены тому, что вообще конкурс был объявлен в России, но очень много участников из других стран в том числе. Общее количество заявок было 130 человек, но во второй этап прошли 39 участников. Вот это отбор. А можем чуть-чуть приоткрыть зависту тайны и рассказать, каким образом был этот отбор, на что вы обращали внимание и таким образом подскажете на следующий год, как поднять уровень своей заявки. Ну, я скажу со своей стороны как стилист, по каким критериям выбираю я дизайнеров. Для меня важные моменты это актуальность кроя, силуэты, длины, это обязательно, мультивариативность одежды, чтобы она была легко составляема в капсулы для удобства клиента. И для стилистов это тоже огромный плюс, когда ты можешь прийти в один магазин и собрать из нескольких позиций целый гардероб на сезон. То есть, проще говоря, мы вверх и можем менять низ, либо низ и можем... И все с собой сочетается. Все, теперь понятно. А расскажите, пожалуйста, в целом про впечатления от участников. Вообще, чем они вас зацепили, что понравилось, может быть? На самом деле зацепили, знаете, драйвом таким. Я сама такой очень человек, обожаю активности и так далее. Мне кажется, что вот подобные конкурсы дают молодым талантам проявиться, занять призовые места, ну и просто обрести какой-то комьюнити единомышленников. Это очень круто. С точки зрения, что бы я хотела увидеть больше в коллекциях, это вот как раз-таки про капсулы. То есть, я люблю, когда дизайнеры передают эмоцию через одежду. То есть, это не просто отдельная вещь интересного кроя, а там есть какой-то сюжет, например, от жакета до брюк, майки и так далее. То есть, все это сочетается между собой. Интересно, чем они вдохновляются. И у многих дизайнеров это прослеживается, и очень классно, что столько талантов, это очень круто. Их, собственно, и увидим. Да. И к талантам и переходим. Олеся, вот мы знаем, что вы в мире моды не новичок. Расскажите немного о том, чем вы занимаетесь и почему решили принять участие в конкурсе. Действительно, не новичок. У меня высшее образование художник-стилист, модельер. С 17 лет я, можно так сказать, в профессии. Закончила МГТУ у меня Косыгина в Москве. Тот самый институт, который закончил Вячеслав Зайцев. Потом была стажировка у Валентины Юдашкина. Вау. Но это была такая печальная история. Мода мне тогда показала, что она слишком коммерческая. И там нет творчества, и я ушла в другое направление. И вот такие вот были жизненные перипетии. Качели. Качели, да. Я была в творчестве, то есть я украшала мероприятия. Манеж, Кремль, главные улицы Москвы. Но в какой-то момент я поняла, что я безумно люблю цветы, хочу ими увлекаться. И в этом году исполняется 8 лет нашему бренду Big Brute. И буквально осенью я поняла, что на одних цветах брошках я не могу остановиться. Моя профессия во мне расцветает с каждым годом. И поэтому я решила, что участие в таком конкурсе – это такой шаг для меня. Это первая коллекция, которая готовится. Вот я бы хотела себя в этом конкурсе как бы испытать. Бросив вызов самой себе, вы решили проверить еще, насколько вы хороши в глазах других представителей людей. Давайте об этом сейчас поговорим. Настя, кто будет оценивать кроме вас? На самом деле очень многопрофильная, так скажем, команда жюри для более объективной оценки. То есть там есть у нас разные сферы – и фотографы, и инфлюенсеры. Также Катя Мухина, она как куратор проекта. Также есть пиар-директор журнала The Voice. Очень, так скажем, профессиональные, экспертные люди, которые действительно по достоинству могут дать правильную, справедливую оценку для будущих дизайнеров, чтобы они, может быть, сделали выводы или смотивировались. Поэтому мы добрые, хорошие, вот нас боятся, если что не надо. Мы желаем прям реально всем удачи. Ну и самое интересное, наверное, что ждет победителей, какие будут призы, какие возможности откроет этот конкурс? Знаете, на самом деле до первого места дойдет сильнейший, потому что дизайнеры – это такие люди, мне кажется, они готовы ко всему. То есть и закупить ткани, и придумать коллекцию, и где-то разместиться, еще нужно думать о рекламе. Поэтому первое место – это будет таким отличным вкладом в будущее дизайнера. В Екатеринбурге у нас есть модное пространство «Хайлайт», и они предоставляют возможность разместиться в огромной модной галерее, так скажем, чтобы ты был заметен, чтобы у тебя были новые люди, возможно, узнаваемость. И это классный, так скажем, толчок для того, чтобы начать карьеру дизайнера по полной. Словосочетание «российские бренды» мы все чаще слышим в информационном поле. И вот вопрос, дизайнеры наши, отечественные, все-таки смотрят на Европу, либо еще куда-то, либо это свой третий путь развития и формирования стиля? Действительно, третий. Вообще, по официальным данным, Екатеринбург признан столицей стиля. В последнее время провели такую статистику, здесь действительно очень много творческих людей, кто именно занимается одеждой. По каким критериям это все было? Ну, это, знаете, когда приезжают, например, знаменитые инфлюенсеры, например, как Овечкин и так далее, и делают интересные, так скажем, рубрики в городе, перевоплощая, например, людей, клиентов своих по запросу. И они, так скажем, с точки своего профессионального взгляда делают вывод, что ни в каком городе не преобладает столько творческих людей, касаемо именно одежды. Вот, поэтому у нас, ну, действительно есть чем гордиться, у них свой взгляд, он нестандартный. И, то есть, я бы не сказала, что они именно ориентируются на какую-то либо моду. У них, возможно, не могут ориентироваться, но все равно делают свой почерк и формируют это все очень красиво. Олеся, последний вопрос. Каратенечко, приоткройте завесу, чем будете удивлять на конкурсе? Я думаю, что это будут интересные материалы. У меня есть задумка сделать костюм, который меняет цвет. Вау! Она в начале подиума будет светлого цвета, а когда дойдет до конца, то будет уже темнеть. Ух ты! И также мы создаем платье с 500 лепестков. Меня делает мастер вручную из холодного фарфора, потом запекает в печи, и все это будет на платье. Потрясающе! Ну, ждем с нетерпением теперь действительно. Вот это значит эмоция в одежде. Да, да, да. Ждем здесь у нас на подиуме в утреннем экспрессе. Спасибо вам огромное. Успехов на конкурсе в том числе. Я напомню, у нас в гостях были члены жюри конкурса «Стилист», преподаватель Анастасия Ермилова и участница конкурса «Дизайнер» Олеся Журавлева.